Кудри, слезы и трогательные слова. До самого долгожданного момента остаются считанные минуты. Совсем скоро выпускники попрощаются со школой, но памятные мгновения останутся с ними навсегда. Гимназия колледжа искусств провожает 15 выпускников. Этот день для ребят поистине трепетный. Прощаться и оставлять дорогие сердцу стены непросто, но впереди ждет взрослая жизнь, полная счастливых и сложных моментов, новое место учебы и другие товарищи. Все вузы, все колледжи ждут молодых людей, поэтому все, что они смогли взять в школе, все, что смогли им дать их педагоги, они обязательно понесут дальше по жизни, и поэтому у них обязательно все сложится. В центре доп. образования свой праздник отмечает третья гимназия. Абитуриенты – 60 старшеклассников, в их числе и 10 медалистов. Учреждение образования на протяжении долгих лет славится высокой подготовкой. Большинство ребят поступают в вузы. Очень волнительно, потому что очень много приготовлений было, очень много репетиций было, и вообще, ну, конечно, все очень готовились, переживали, и даже, ну, стыдом верится, что этот день все-таки настал, и это, ну, не может не волновать. Хотела бы поздравить всех выпускников города Бобруйска с окончанием обучения на уровне общего среднего образования, пожелать им крепкого здоровья, удачи, терпения, безусловно, сделать правильный выбор профессионального своего пути. И, конечно же, вернуться в родной город Бобруйск. Ведь нам нужны их таланты, их достижения. Мы гордимся своими выпускниками. В этот день волнуются не только выпускники, но и их родители. Ведь именно они вели еще вчерашних малышей в первый класс. Заплетали косички, делали уроки и вместе переживали взлеты и падения. Для мамы и пап их дети – самая большая гордость и надежда. Дети взрослеют, школа 11 лет. Это как такая часть жизни. Поэтому мы очень переживаем. Главное им – здоровье, победы, чтобы они хорошо сдали ЦТ и все были студентами. А мы будем только их рады ждать домой, и чтобы у них все получилось. Грустно, что все заканчивается, беззаботное время уходит. Но мы выпускаемся во взрослую жизнь. И я вообще безгранично рада, что я в этой школе училась. И с каждым учителем у нас был какой-то свой язык. Прощальные слова звучат и в 21-й школе. Каждый год меняются лица, но одно остается неизменным – вручение той самой книжке, аттестата об образовании и песне о любимых учителях. Для Ксении Новиковой, как и для ее одноклассников, наступает новый волнительный этап – поступление в лингвистический, переезд в другой город. Без поддержки девушка не останется, а родители всегда рядом. Английский язык изучала самостоятельно, а также другие языки изучала самостоятельно. Ну и вообще я люблю все, что связано с творчеством. Конечно, бывают трудности, но тем не менее я очень рада, что именно здесь училась. Здесь у меня очень хорошая классная руководительница, я очень рада этому. И, конечно, тут много моих друзей, которых я тоже очень сильно люблю. Один глаз плачет, а второй радуется. Почему плачет? Потому что, ну, 11 лет и наших трудов, и дочкиных, что как бы грустно немножко. А второй радуется, потому что, ну, очередной этап жизни пройден, впереди следующий. То есть надо двигаться вперед. Я в нее верю, но удача, чтобы всегда сопоставила была рядышком. В 2022-м аттестат об общем среднем образовании получают 1090 бобруйчан, 50 – медалисты. В Могилевской области таких 377. Всего в стране в этом году 150 тысяч выпускников. Официальные торжества подошли к концу. Впереди танцы, музыка и рассвет новой жизни. Каждого ждет свой путь. Но самое главное, когда часы пробьют 12, сказка не закончится. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.